Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня мы посмотрим еще одно страшное видео. Все авторы вызывают разных духов, отправляются по разным заброшкам и прочее. Мне в комментариях писали про канал Табу, Искатели Могил, и тут я подумал, почему бы и не посмотреть. Зашел к ним на канал, почитал описание, и в принципе все выглядит достаточно адекватно. Поэтому я решил остановиться на видео под названием «Ночью на кладбище нашел паренек куклу» и записал что-то удивительное на ЭГФ. И так как это видео не такое уж и длинное, я сразу же кинул взор на него, да и звучит оно вроде как заманивающе-пугающе. В общем, устраиваемся поудобнее, прожимаем лайк, подписываемся, прожимаем уведомления, чтобы не пропускать очередные интересные видео. Приятного у тебя просмотра, погнали! Так, ну что ж, вот у нас показывают небольшой тизер сегодня в видео. Это хорошо так начинать видео. Позавлекающе. Кто здесь? И показатели на электромагнитном ловителе. Работает. Я включил. Мы уехали. 22,4, ребята. Это пока он был на улице, ключи уехали? Или это просто моменты, что будет то, то и это? Бинты? Канал Табу Искатели Паранормального представляет... Сын-то адрес, номер пропустил. С вами канал Табу Искатели Паранормального. Привет. Сегодня я, к сожалению, нахожусь один ночью на кладбище, без Насти. У нее не площадь. Да, я видел превью, что он с девушкой ходит. И мне пришлось... По разным местам. Друзья, сегодня я проведу несколько экспериментов. Здесь мне были полгода. Я надеюсь, что что-нибудь удастся заснять интересное. Ну, знаете, всегда, когда приходишь на кладбище, ты чего-то ждешь. И в какой-то самый, самый такой непредсказуемый момент это происходит. Кстати, сейчас идет снег, и я боюсь за камеру. Наверное, кто-то идет. О, Настюх, здорова! Правильно ее, я так ее зовут. Блин, вы слышали, ребят, шаги? Я никого не вижу. Фига тут кусты, как в игре про лабиринт. Ну, елки. А тут нету. Вот о чем мне говорил отец. Когда я тут работал, ребят. Вот о чем он говорил. Сразу предупреждаю всех любителей этого канала. Я просто сам по себе скептик. И поэтому буду смотреть в любом случае изначально, ну, предвзято. Сам, когда увижу вживую, засниму, тогда буду хотя бы предполагать, что такое возможно. Поэтому вы уж простите, но моя реальность такова. Не расстраивайся. сейчас что-то найдешь никого ладно сейчас я посижу и мы решим я иду по кладбищу сейчас мы запишем 5 минут тишины блин у меня звук немного тихий у него здесь вся дорожка тихо у меня все на всю сейчас вам то я выкручу погромче потому что снег мог я слышу фигово сейчас записываем 5 минут тишины прямо здесь я включу наверное эту тишину наверно не запишешь ветер ветер пишем 5 минут тишины в такие моменты вообще не понимаю ничего вообще не слышу то есть я имею в виду если уж говорить про про чувака который с канала дрожь то там хотя бы ну отчетливо слова было как минимум я не знаю может быть это как-то можно на камеру там громче тише делать не знаю праздника хочется ну да в принципе на кладбище того не общается люк доставай конфеты к тебе приходили недавно это друзья хватит камера вся мокрая то есть он вот эти пять минут я так и не предполагаю да вот на тишину пульс подожди пять минут которую сейчас сказал я поставлю камеру за эти пять минут он записал вот это все я правильно предполагаю ужасное но для пишите если что-то неправильно понял как всегда сейчас в основном какие были показатели на электромагнитном ловите вот он у меня работает я включал рак 22 и 4 ребят 22 и часа ну тогда понятно все это кстати неплохо сейчас мы скинем я считаю что объективно в каждом ролике нужно объяснять чем ты пользуешься и более доходчиво до людей которые допустим возможно как я зашел первый раз на этот канал первый раз увидел видео как мы знаем она у нас выскакивает там в рекомендациях не каналами отдельными видосами поэтому если бы я зашел и меня там заинтересовал этот до момент то что чувак на кладбище вау я хотел бы понимать что за 22 и 4 это что значит это это хорошо он говорит это хорошо что что с ним все будет в порядке там то это и опять нажмем хотя кстати тоже много раз говорил в видосах вот это емп прошлых видосах вы уже видели это надо тоже напоминать 8 хотя я всегда примерно показываю как оно работает всегда наверно мне камера показывает что ветер у меня ни разу такая штука не запищала ни разу может я не по тем местам хожу надо по кладбищу пока отключаюсь пускай камера немного подсохнет ее протру час потому что я за нее очень сильно боюсь ребят я всю еду 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 нифига себе пройдется снег валит просто неуговерно я думаю здесь надо под навесом встать сейчас одну секундочку я кто-то могилу сделал с навесом так я не буду снимать могилу все сканер все мы здесь стоим я наверное еще запишу пять минут тишины сейчас еще дома послушаем получается потому что другого то что я хотел не получается сейчас одну секунду я протру камеру да ребят я не думал что сегодня будет именно так как так достал вот эту штучку тряпочку маленькую протереть камеру потому что снег валит прям не просто так получше да вот глаза мне протерли вот я никого сегодня здесь не видел слава богу ну типа из жести самый что что шаги и что-то якобы записала к это такое не понял куклы как иголки в глазах ужас так ребят это не шутки это вам не шутки ждите это подклад закладки что люблю она должна это знать полистать и до прикольная закладки на могилах ну подумаешь человек пришел на могилы что ты делает подумаешь что ли нет сейчас не буду потому что родственник пришел могилу там допустим это сделать подровнять не знаю там убраться или хулиганирует осуждаю вообще сейчас идею я не придумал штуки я не желающий я в первый раз в жизни вижу это я тоже в первый раз в жизни ребятки я не знаю наверное надо как-то выкинуть положу перчатки свои на камеру чтобы снег не попал что произошло кто вы по а а а а а а и но не пойму а а а в в А что это за штука-то, которая пишет у него звук? Это и есть у него EGF? Или это та камера, которая стоит? Андрей, не беги. Андрей, не надо бегать. Андрей, не надо бегать. Не знаю. Блин, я слышал что-то. То есть он камеру... Эта камера так писала. Ребят, опять у меня очень много вопросов. Давайте посмотрим эту куклу и я уйду. Не, я один не могу здесь находиться, нет. Сейчас я включу другой режим. Давайте тихо. Все равно сейчас. Итак, ребятки, я ее хочу посмотреть. Блин, что это? Кетчуп. Кто-то жрал, дядя подтирал. Взял платком. Это что? Ребята, это не буду вставлять в видео на ютубе, но по-моему это круто. Вот так вот. И тут не пропускает всякую гадость. Что, она у тебя укусила? Надо было брать нежнее, нежнее. Блин. Это кровь? Я не буду в телеграмм лезть ради того, что он... Что он там все, блядь, роняет ее? Что это? Что это? Мне не нужно было сюда приходить одному. Ребят, я ухожу. Чего? Ребятки, я ухожу. Я не знаю. Я очень надеюсь, что Настя мне объяснит, что это было. Угу. А Насте почему должна объяснить? Она экстрасенс? Сейчас я... Ничего не слышу. Ну и никого не видел. Ребятки, идет снегопад. Я не могу долго держать камеру. Он, походу, настолько привыкший видеть подобное, что... Не посчитайте. У меня бы паника в глазах была бы. Я бы уже... Дропу дал бы оттуда такого, если бы я подобное не услышал бы вот это все. Увидел бы реально какие-то шумы и прочее. Психика у людей должна так работать. Ну, либо, я говорю, надо привыкнуть настолько, что, блядь, с миром духом просто... Следующее, наверное... Общаться, как мы с вами. Я буду брать пояснению у Насти, что это было такое и что мне делать. Не переключайтесь. А, все? Подписывайтесь на канал. И это все? Вы им очень важны. Я понял. Ребятки, я приехал домой, я Насте показал видео. А, нет, это не все, оказывается. Со съемок. Я вот хочу спросить, Настя, не зря ли я взял эту куклу в руки? И вообще, что это за кукла? Что она там делала? И для чего она вообще там нужна? Ну, что я хочу сказать. Во-первых, это не просто кукла, это магический атрибут, который называется Вольтом или же по-другому кукла Воду. Правильно сделал, что ты ее взял не голыми руками, потому что сам знаешь, что такие предметы голыми руками нельзя трогать вообще. Потому что можно перекинуть на себя то, что было сделано на кого-либо, то есть через эту куклу. Где эта кукла вообще сейчас? Короче, эту куклу выкинул, но она валяется на территории этой могилы. Как откинул, так и ушел. Вот, но единственное, что на ней была кровь. Свежая? Ну, по идее, да. Ну, я тебе поздравляю, что ты наткнулся на могилу, на которой недавно проводили обряд, если кровь была свежая. Почему была кровь, я тоже могу объяснить, потому что кровь это биологический материал, такой же как ногти, зубы или волосы. А что за кладбище? То есть именно определенное какое-то что-то происходит? Потому что это происходит на кого-либо. То есть получается, это просто кукла, на которую сделали какое-то порчное воздействие. Когда я эту куклу увидел, когда я записал все это на камеру, я услышал чей-то смех. Будем просмотреть видео, посмотрим. Как будто где-то вдали. Ну, значит, ты был не один там. Может быть, это тот человек, который это сделал. Человек. Именно перед тем, как я туда пришел, он был там. Просто я не видел никого, потому что, во-первых, темно. Ну, на камере, конечно, не так темно это все выглядит. Но было уже темно. Я ушел. Ну, понятно, что этот человек вряд ли бы пошел на меня, правильно, если бы он меня увидел. Подождите, очень много несостыковок у меня в голове. Человек пришел на кладбище. Просто давайте рассуждать. Пришел. На любое кладбище у меня вопрос. То есть это на любом кладбище можно просто пришел, и там что-то появится. Ну, типа, очевидно, да, там же мертвецы. Окей, давайте к следующему. Сейчас, он говорит, уже было темно. То есть опять здесь к вопросу, это было в 12, это было в 3 часа ночи. Это же определенное время должно быть, когда духи там более-менее активируются. Да, есть какие-то правила у этого всего. Следующее. Мне непонятно, кто это Настя. Да, я человек, который первый раз зашел на видео, но я должен понимать, может быть, она эксперт какой-то. То есть подпишите на видео, что Настя эксперт там по паранормальному, не знаю там. Или они оба, получается, эксперты. Значит, раз у них канал так называется. Ну, ладно. Следующее. Что я еще хотел-то? Он никакого ритуала не проводил. Мне непонятно, что, откуда это, как. То есть ритуал он, ну, я так понимаю, из этой куклы что-то случилось, да, и он якобы попал в нужное время, в нужное место. Еще вопрос у меня, что за камера была? Это она такие шумы улавливала? То есть запись микрофона просто в увеличенном звуковом диапазоне, ну, громкости или как? Как это происходит? Очень много вопросов к видео. Правда, не знаю, как у вас. Вот напишите в комментариях, если вы все знаете, я хотя бы получу для себя ответы. Ну, либо с вами порассуждаю это, потому что мне много чего непонятно. Ну, и в то же время я не пошел на него, потому что нафиг мне это надо. Угу. Но он, этот человек, засмеялся. Угу. А смех был какой? Ну, уже женский такой, язвительный какой-то, я не знаю, но я его услышал вдалеке. Я не знаю, камера записала или нет, но вы на данный момент, ребята, уже это увидели. Ну, тут только одно объяснение. Кукла, свежая кровь и чей-то смех. Ну, получается, я пришел. Ты попал просто в то время, когда кто-то там проводил свои самознательные дела. А, ну вот. Ответ на какой-то один из моих вопросов. Я думаю, я понятно все объяснила. Думаю, вопросов ко мне никаких не возникнет. Уже ночь, это еще что-то? А! Пролетела дымка, да? Плюбас. Она летит обратно. Понятно В общем, ребят, мой такой некий вердикт, скажем так Что, может быть, я не на то видео наткнулся, на которое можно было бы посмотреть И ребята бы, как авторы канала, раскрыли бы себя, ну, как-то по-другому, с другой стороны То есть, по одному ролику судить очень сложно Так как и в предыдущем ролике, в моем, мне было сложно сказать точно, что, как, где и так далее Но там было понятно, что там все постановилось Здесь не пойму То есть, если вы вдруг в курсе, смотрели больше их видео, напишите, пожалуйста, в комментариях Еще мне показалось, что у видео нет какой-то структуры, что ли То есть, просто пришел человек на кладбище, зачем, для чего То есть, нет какой-то связанной истории, что ли Просто видео, я просто что-то посмотрел, вот знаете, такой отпечаток У меня на сегодня все, увидимся с тобой в следующем видео Ведь дальше будет только интересней Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр И помни, страха нет, он лишь в твоей голове Субтитры сделал DimaTorzok